Вы знаете, что я не сторонник распада Евросоюза. Хоть это несколько выглядит странно, меня не все понимают. Они тебе столько зла принесли. И диктатором считали, и может еще кто-то считает. И забор выстроили, и отношения испортили, и санкции вводили. Но знаете, из этого нельзя исходить. Это все-таки плохо для наших отношений, но это частности. Евросоюз – это опора планеты. Вместе с США, Китаем, Евросоюз, Индией, Россией – это множественные опоры нашей планеты. Если хоть одну из них, особенно такую, как Евросоюз, вырвать из-под нашего мира, мир, конечно, не обрушится, но он сильно зашатается. И в регионе нашем, евразийском, стабильности станет на порядок меньше. Поэтому я смотрю на большее в данном случае и хотел бы, чтобы Евросоюз сохранился. В связи с этим, разговаривая с вашими политиками, благодаря вам, они бывали, у нас и много было их, министром вашем последнем торговле. Я сказал, что у меня двойственное чувство, когда Великобритания заявила о выходе из Европейского союза. Первый, я вам сказал, что я против развала Евросоюза. Но Великобритания – это очень мощная страна, она очень многое делала для Евросоюза. Она определяла вместе с Германией и Францией относительно, наверное, Италии мощь Евросоюза. Конечно, это огромная потеря. Во-вторых, это немаловажно, это большие возможности для нас. Потому что Великобритания обладает колоссальным потенциалом. И если мы интенсифицируем наши отношения, а я еще раз подчеркну, они в последнее время стали более высокого уровня, приличными стали эти отношения. Я и говорю, и фундамент у нас приличный в виде товарооборота. Все-таки потенциал у нас огромен с учетом вашего потенциала. И я не знаю, где вы будете работать. Я, конечно, очень буду рад, если вам в жизни повезет, и вы будете в МИДе занимать какую-то солидную должность. Я хочу, чтобы вы довели до своего ведомства мысль о том, что нам надо интенсифицироваться в отношениях. И знаете, очень важно не терять время. Особенно в это бурное время пустот не бывает. Обязательно кто-то эти пустоты займет.